добрый день ну что ж в принципе можем подводить уже некие итоги сегодняшнего дня потому что по сути дела все самое интересное и важное за сегодняшний день уже случились и в первую очередь конечно посмотреть на едино европейскую валюту которая в целом продемонстрировал довольно неплохое уверенное снижение и судя по всему этот процесс еще может немного продолжится то есть да мы вполне возможно еще немного вниз ходим в чем же причина как ни странно причина опять в инфляции дожить еще вчера вышли данные по предварительные данные по инфляции во всей еврозоне они совпали с прогнозами инфляция выросла до двух процентов до цельного уровня и cb но можно расслабиться потому что еще в начале года на дцб рассказывал о том что да мы видим риски роста инфляции но это не значит что мы будем сразу же повышать процентную ставку только в том случае если инфляция будет расти очень уж быстро а тут вроде бы как она растет в общем-то относительно умеренно в общем создаются впечатление что инфляционная ситуация с инфляцией несколько стабилизировалась соответственно нет повода для того чтобы ецб сейчас пересматривал монетарную политику повышал процентные ставки это было вчера а почему сегодня ты так ну все дело вот в таком удивительным интересном показателе как индекс цен производителей который для инфляции является опережающим показателем там есть лак от месяца до трех месяцев примерно но в предыдущем месяце темп роста цен производитель составляет 4 3 процента ждали что станут 7 процентов 7 6 то есть заметно больше чем ожидалось следовательно следовательно все очень просто что инфляция продолжит расти то есть она не заметится она не останется на текущем уровне не будет даже пытаться снижаться нет она продолжит расти по крайней мере вот сегодня союз впечатления что картина будет развиваться именно таким образом соответственно раз инфляция продолжит расти причем возможно быстрее чем даже можно было себе представить то что до конца года где цвы все-таки будет вынужден повысить процентные ставки ой а экономика европейская к этому готова у ее еще как нет именно вот этот фактор конечно же сильно стал давить на евро мы безусловно можем еще чуть вниз ходить движение достаточно мощная поэтому после этого произойдет небольшой отскок может быть уже даже он наметится сегодня ближе к вечеру скажем так но пока направление уже даже в среднесрочной перспективе все-таки больше давления на евро будет и соответственно его потенциал роста достаточно серьезно ограничен плюс не забываем доклад министерства труда в пятницу а что у нас фунт а фунт между прочим тоже продемонстрировал снижение другое что крайне вялое то есть ну тут даже ни в какое сравнение с евро не идет ну потому что во первых индекс n производителей в европе саму великобританию честно не очень-то затрагивает конечно это отразится на инфляции великобритании тоже но с гораздо позже и гораздо в меньших масштабах потому что как-никак все-таки британия тоже поставляет немало продукции из европейского союза поэтому если в европе цены производители растут то значит конечная цена для конечного потребителя в британии тоже вырастет конечно не в тех масштабах не так сильно но тем не менее эффект будет что же случилось с фунтом что он продолжил идти немного вниз тут действительно у нас есть для этого основания это рынок кредитования ну объем потребительского кредитования который должен был вырасти на полмиллиарда фунтов и наконец-то впервые спустя семь месяцев показать рост шишфа так как говорится потому что объемы потребительского кредитования сократились еще на 0 4 миллиарда фунтов и даже то что при значении предыдущего месяца пересмотрели в лучшую сторону считали что тогда они снизили снизились объемы на полмиллиарда фунтов теперь говорят про 04 как-то особо погода не меняет то есть все равно мы говорим о снижении по факту потребительское кредитование великобритании сокращается уже восемь месяцев к ряду за это время объем потребительского кредитования в общей сложности уменьшился на восемь с лишним миллиарда фунтов это довольно много естественно что это будет негативно отражаться на противнической активности а британская экономика это все-таки действительно постиндустриальная экономика она во многом завязана на сфере услуг а сферу услуг очень чувствительна потребительской активности значит под угрозой стоят перспективы восстановления британской экономики после пандемии тут тоже такой негативчик конечно Конечно, немножечко, немножечко сгладил этот негатив данные по одобренным ипотечным кредитам, общее число которых выросло на 86,9 тысяч, ждали, что вырастет на 78 тысяч всего лишь. То есть, ну, неплохо, то есть ипотечное кредитование вроде бы идет, но только лишь в количественном выражении, не в качественном. Дело в том, что объем ипотечного кредитования составил 3,3 миллиарда фунтов при прогнозе в 5,1, а в предыдущем месяце вообще 11,5. То есть, речь идет о том, что либо люди берут ипотечные кредиты на небольшие суммы, то есть стараются своими накоплениями, тратя собственные накопления, покупать недвижимость и на недостающую сумму набирают кредиты ипотечные, либо то, что они приобретают недвижимость, ну, скажем так, несколько не того класса, то есть дешевую. То есть, в любом случае, для элитной дорогой недвижимости это негативный сигнал. Именно она выступает одним из критериев инвестиционной привлекательности британской экономики, между элитной недвижимостью. Если на нее падает спрос, желающие приобретать ее станут меньше, значит цены не будут расти, а может быть даже будут снижаться по элитной недвижимости. Зачем людям, у которых есть деньги, вкладываться в эту недвижимость в ожидании дальнейшего ее роста? А это схема, которая работала десятилетиями. Конечно же, это может негативно отразиться в целом на потоке инвестиций в британскую экономику. Ну, во многом после Brexit это было ожидаемо. То есть, то, что это должно было проявиться в тех или иных формах, вот мы видим, как это проявляется на рынке недвижимости. Вот в таком вот виде. Ну, в любом случае, речь же идет в целом о негативе, да? Ну, фунт мог бы, наверное, и сильнее снизиться, если бы не вот эти вот снижения, скажем, вчерашние, да? Ну, мог бы еще сильнее пойти. Тут все-таки уже движение было достаточно мощное, поэтому потенциал, скажем так, дальнейшего ослабления фунта временно исчерпан. Что нас ждет по основным валютам завтра? Ну, в Соединенных Штатах у нас уже сегодня больше ничего не публикуется. Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг и составного. Вот тут могут быть сюрпризы, потому что вчера производственные индексы вышли вообще везде не такими, как ожидалось. Они полностью не совпали с предварительными оценками. Напомню, что в Европе производственный индекс вышел лучше, чем показала предварительная оценка. Соответственно, пока что мы можем исходить из того, что и в сфере услуг и составной индекс тоже окажутся лучше. Позволит ли это евро несколько улучшить свои позиции? Да, наверное, да. Это тем более нужен же пол сейчас для небольшого отскока. Конечно, да, почему нет? В Британии, напомню, индекс производственный вышел хуже, чем ожидалось. Хотя тоже все равно показал рост. Тем не менее, рынок уже заложил в фунт достаточно уже определенный рост индексов. Если этот рост окажется меньше, значит придется скорректироваться. То есть у фунта пока что не наблюдается причин для какого-то отскока и разворота. Хотя тоже за пару дней он прошел достаточно немало и, по идее, стоило бы ждать. Но если только в том случае это произойдет, если завтра индексы в Британии выйдут лучше, чем ожидается. Вот тогда да. Но пока как-то на горизонте не маячит перспективы этого дела. Тем не менее, уже к вечеру доллар, даже по отношению к евро, вновь может возобновить свой рост. Ну, конечно же, это занятость, которая должна вырасти на 600 тысяч. Это довольно неплохой показатель. Это, конечно, не самый шикарный, не лучший. Но по сравнению с обычными условиями, с тем, что было до пандемии коронавируса, 600 тысяч это очень много. То есть это нам наглядно показывает, что, в общем-то, рынок труда продолжает восстанавливаться. Вроде бы, что просадка в свое время, весной прошлого года, была просто катастрофической. И такими темпами восстанавливаться рынок труда будет еще какое-то время. Но направленные движения это видно. Заявки на пособия по безработице. Ну, тут тоже все. Первичные должны остаться практически неизменными. Сокращение всего на 6 тысяч ожидается. Повторные. Тут уже поинтереснее, где-то на 62 тысяч. Но все равно суммарно очень небольшое изменение. Поэтому вот именно заявки, конечно, мало на что повлияют. Индексы деловой активности. Вот. Вот тут может быть интересно. Потому что, опять же, производственный индекс в Штатах тоже, как и в Европе, выше, лучше, чем ожидалось. Чем нам индекс в сфере услуг и составной индекс хуже. Почему они не могут выйти лучше, нежели ожидается. Хотя это, конечно, кажется фантастическим. Потому что и так ожидается, что индекс в сфере услуг должен вырасти до 71 пунктов. Это какое-то запредельное, какое-то космическое значение. А если он еще даже выше, я даже не могу себе представить, как это так. А такое вообще возможно? По крайней мере, такого за все время существования данного индекса никогда еще не было. Вот это любопытно. Но активизм-то будет от этого, если данные будут следовать в том же русле, что и индекс для активности в производственном секторе? Конечно же. Соответственно, евро, например, завтра может в начале дня немного продемонстрировать некий отскок. Но потом мы будем все-таки идти дальше вниз. То есть доллар будет продолжать укрепляться. Вот примерно такой по ним получается прогноз. Ну, а теперь переходим к нашим, так сказать, родным пенатам. Итак, рубль. Ну, рубль просто застрял. Вот этот диапазон 73-20, даже 73-30 по большей части. 73-80, даже 70. По-хорошему чаще всего 73-60. То есть мы говорим о каком-то очень узком диапазоне, в котором уходит уже достаточно долго. Рубль просто вот как будто замер на этой отметке. И он не может ни наверх, ни вниз. Что же на него сейчас влияет? Что же не дает ему пойти туда или сюда? Это некая неопределенность и ожидание. Тут с каждым днем нарастает у нас политический фактор, который я ненавижу. Я вот все эти политические факторы вот просто не люблю, потому что они никакого отношения, зачастую, драма смысла вообще не имеют. И особенно все плохо становится, когда политика начинает заменять собой реальную экономическую целесообразность. А это тоже часто происходит. Но сейчас надо признать, что рубль замер в ожидании будущей встречи Путина и Байдена, которая должна состояться 16 июня. И до этого никто рисковать не хочет. Тут даже американцы идут на какое-то примирение, заявляя, что никаких новых санкций пока не будет. Северный поток вот достраивайте, мы уже остановить его не можем. То есть, ну, видимо, все понимают по обе стороны океана, что уровень конфронтации достиг уже такого предела, что дальше, наверное, остается только лишь горячая война. Не приведи господи. Понятное дело, что сейчас надо все это как-то решить, несколько снизить накал страстей. Нужно ли лидерам двух крупнейших ядерных держав в преддверии их встречи, личной встречи, личных переговоров, какие-то непонятные истории, какие-то непонятные ситуации, которые могут омрачить ход переговоров? Ни в коем случае. Поэтому не стоит удивляться, что информационный фон во многом достаточно ровный. И инвесторы, которые, крупные инвесторы, тем более, всегда, в любой ситуации, в любое время, при любой системе власть, как угодно, да, но крупный капитал всегда будет тесно связан с государством. В любой точке мира. Как американский, как наш, как европейский, как китайский, да, не имеет значения. И, зная настроение, скажем так, приближенных к власти, держателя крупных капиталов, конечно же, скажем так, стараются след идти в том же фарватере на данный момент. Меньше шума. И, если вот рубль будет продолжаться оставаться в этих значениях еще хотя бы там день-два, то, скорее всего, мы в течение ближайших двух недель будем видеть продолжающееся вот это стояние на месте. И здесь нельзя списать все это на нефть, что вот, а вот она выросла, а рубль не рос. А почему мне говорится, что вот тогда она упала, а рубль не падал? Ну, как-то это тоже выглядит смешно. Сейчас рубль замер в ожидании. В ожидании того, что будет. Какие будут итоги этой встречи. О чем они договорятся. Как они будут себя вести на последующий пресс-конферент. То есть, вот сейчас умы, скажем так, крупных инвесторов занимают именно эти вопросы. До этого никто никаких резких шагов предпринимать не намерен. Так что, по рублю пока, как там писал ремарк, на западном фронте без изменений, вот про рубль можно сказать то же самое. Правда, чуть другой коннотации, но вы меня, надеюсь, поняли. При этом, тут у нас интересное событие происходит с индексом Мосбиржи. Он уверенно идет к отметке в 3800 пунктов. В общем, да. Скорее всего, завтра мы тронем эту отметку. Попытаемся уйти чуть выше. После чего, по, скажем так, опыту предыдущих исторических максимумов, мы сходим в направлении 3700. И оттуда постепенно начнем вновь двигаться уже для того, чтобы окончательно преодолеть отметку 3800. Закрепиться там и штурмовать 3900. Но все про все чуть больше недели. Где-то вот так вот. Может быть, две недели. Тут надо будет смотреть по ситуации, как говорится. Тем не менее, индексом Мосбиржи, вот эта вся ситуация, которая удерживает рубль в узком коридоре, она на него никак не сказывается. Наоборот, она, скорее всего, даже и позитивно на нем сказывается. Потому что устойчивый рубль, особенно для иностранных инвесторов, о чем говорит? Мы сейчас по этой цене покупаем рубль, на него покупаем акции. Акции дорожают. Мы продаем эти акции. И потом по той же самой цене, по которой мы покупали рубль, мы этот рубль продаем. Ну, это же гарантированный, скажем так, гарантированный заработок. Без каких-либо курсовых рисков. Поэтому неудивительно, что на фоне устойчивого рубля индекс Мосбиржи постепенно идет вверх. Тут он следует вслед за практически всеми биржевыми индексами, которые продолжают надуваться, надуваться, надуваться. Тут Мосбиржа ничем не отличается. Так что завтра, где-то скорее всего, уже в начале дня, возможно на открытии, мы увидим пробой 3800 и затем движение вниз. На этом пока у меня на сегодня все. Что ж, завтра мы будем уже смотреть на индексы деловой активности, на данные по занятости в Соединенных Штатах. День должен быть довольно любопытным. И, конечно, будем смотреть на индекс Мосбиржи, следить, так сказать, в реальном времени за его очередными историческими рекордами. Ну, а на этом пока все. До новых встреч!